Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ТВ-кома программа «Спросим прямо». Сегодня ее ведущая я, Юлия Пермякова. И у нас в гостях депутат Народного хурала, секретарь бюро партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Пашинский. Сергей Миронович, здравствуйте! Добрый день! Ну давайте, наверное, начнем с самой главной темы на сегодняшний момент во всем мире, в стране, в нашей республике – это мобилизация. Расскажите, пожалуйста, вот как ваша партия работает сейчас в этих условиях, какую помощь оказываете, в общем, какая работа ведется? Да, сегодня все мы знаем, что непростая ситуация в России, в мире, на сегодня и республику задела. Вся Россия, частичная мобилизация идет нашего населения, особенно ребята, которые из деревень, больших, малых, городские. И, конечно же, партия не может остаться в стороне, так же, как и у нас депутаты фракции, члены нашей партии. Это, конечно, принимаем большое участие в этом предприятии, как бы выделяют не только своим ребятам, которые уходят из наших, так сказать, организаций, помогаемым. Ну и помогаем республике. Это прежде всего у нас ребята во фракции крупные предприниматели. Конечно же, они не будем озвучивать суммы, но достаточно приличные суммы отправляют и при том стабильно отправляют. Мы постоянно общаемся с нашими представителями, с Игорем Ивановичем Зураевым, который на сегодня в Старобежском районе, который в Бурятии помогает восстанавливать. Ну и в штабе, который еженедельно работает, тоже участвуем. И, конечно же, в стороне не остаемся. Вы отправляете материальную помощь или вот закупаете технику? Мы отправляем и материальную, и закупаем технику, квадрокоптеры, приборы ночного видения, одежду, берцы и так далее, и так далее. Все, что нужно для того, чтобы пройти это нелегкое время нашим ребятам. Это не только по республике, это по всей России. У нас во всех регионах России есть свои отделения. И Сергей Михайлович Миронов именно настоятельно контролирует это дело, чтобы партия никак в стороне не оставалась. Ну и наши люди, конечно же, все это понимают. Какие-то, может быть, поездки планируются туда, в зону СВО? Мы пока об этом не думали. Но если нужно будет, съездим, посмотрим, пообщаемся. А так мы, конечно же, всегда в контакте, знаем ситуацию и работаем. Давайте немного поговорим сейчас о вашей деятельности непосредственно в Народном Хурале. Какие новости у нас? Год практически подходит к концу, скоро будут рассматривать бюджет. Расскажите, пожалуйста, о том, как он будет примерно распределяться и как он распределялся в этом году. Есть ли какие-то вопросы? В этом году я считаю, что очень хороший год был для Бурятии, потому что вы сами видите, сколько объектов строится, школ, детских садов. Федеральные деньги выделены огромные. Не было еще такого, как последние 4-5 лет, по крайней мере, я не помню. Строится инфраструктура, социалка, спортивные площадки, дороги и так далее. То есть республика, как бы кто ни говорил, она преображается. Это объективно. И поэтому, наверное, глава республики набрал такой большой рейтинг, потому что действительно человек работает, работает правительство. На крайней сессии Народного хурала мы утверждали правительство. Но мы, конечно же, давно знаем этих людей, знаем, как они работают в команде, знаем, что выдерживают нагрузку, потому что глава республики, конечно же, работает, постоянно в самолете живет и так далее, и так далее. Успевает везде. Не с точки зрения, чтобы его похвалить там как-то, но это объективно. Это лично мое мнение, как секретаря и члена партии «Справедливая Россия». Хотя мы в такой, в оппозиции, да, не совсем согласны. Но тем не менее, вот мы утвердили единогласно, наша фракция поддержала кандидатов. И были вопросы по блоку социалки, физической культуры и спорта. А какие вопросы возникали? С чем вы не согласны были? Ну, мы, лично мое мнение, то, что большая нагрузка на Лудупу сегодня, потому что всегда... Две должности совмещают. Да, две должности, при том такие очень ответственные. Это образование, здравоохранение, где у нас не совсем все хорошо, и мы не знаем, что будет с пандемией дальше. Потом, не просто и с Министерством спорта, еще и социалка, и все это в одном лице. Мне кажется, это большая нагрузка, и мы считали, что все-таки нужен отдельный запрет. Министр здравоохранения, у него хватает своей работы. А чтобы углубиться, еще там три министерства таких серьезных, конечно же, нужен запрет, который должен сидеть на всем этом. Это жизнь простых наших людей. Скоро будет сессия Народного хурала. Ваша партия с какими-то инициативами выступает? Да, мы, самое главное, будем принимать бюджет в четырех цифрах. Это доход, расход, долг и так далее. И на сегодня, конечно, мы понимаем, в связи со сложившейся обстановкой, что 23-й год будет непростым, бюджет будет непростым. И, конечно, у нас много недоделанного. Те же инфраструктурные объекты, социальные объекты, их нужно продолжать строить и так далее. Которые в несколько этапов, вы имеете в виду, да? Которые переходят на следующий год, те же детские сады и так далее, школы. И, конечно, надеемся, что все-таки Россия выдержит вот эти все трудности. И Республика Мурятия не будет обделена. И все-таки мы докончим объекты. По крайней мере, наш комитет, который курирует агропромышленный комплекс, председатель правительства Мишустинск озвучил, что деньги будут только увеличиваться. Потому что, когда идет спецоперация, когда народу тяжело, простые люди теряют доходы. Хотя статистика говорит, что немного потеряли. Но мы знаем, что статистика тоже, она немножко такая штука. Неточная. Неточная. Поэтому мы видим, как живет простой народ. И, конечно, уклон будут делать на свои продукты, которые проведены Республикой Мурятия. Желательно, чтобы они не поднимались в цене. Хотя трудно сдерживать на сегодня цены, потому что поднимается все. Но вот последний квартал, конечно же, какая-то произошла стабилизация по ценам. И народ это почувствовал. А так, конечно, нужно в это трудное время развивать, прежде всего, мы считаем, сельское хозяйство. Потому что, если посмотреть историю, во все трудные времена войну выигрывали за счет сельского населения. И, в общем-то, продукты питания были проведены просто частными колхозами, совхозами и так далее. А вы предлагаете новые меры поддержки какие-то для фельдеров, для хозяйства? Мы не предлагаем, но у нас хорошие программы. Самое главное, чтобы эти программы не были сокращены в связи с этими событиями. И чтобы финансирование было. Это та же мелиорация, те же стартапы для сельского хозяйства, для сельхозпроизводителей крупных. Чтобы сохранялись субсидии на семена, на разработанные наши невостребованные земли и так далее. Технику, возможно, да? Компенсации техники, конечно, это основная статья. Потому что на сегодня, последние пять лет, все-таки в республике пошел подъем. И вот это, его трудно начать, и вот это не нужно прекращать. А есть какая-то статистика, вот как раз по фермерам, вы же, наверное, знаете, ну, естественно, вот когда они брали кредиты льготные, то есть на самом деле удавалось им как-то выйти из сложной ситуации. Были ли они льготными и удалось ли фермерам, так скажем, развернуться? Юлия, идеального ничего нет, потому что, ну, сельское хозяйство не простое дело, да, не каждый туда пойдет. Но, тем не менее, статистика подтверждает, по сравнению с другими годами, вот те люди, которые на сегодня идут, это большая конкуренция, денег не хватает. И вот наши люди, которые живут, которые начинают только сельское хозяйство, это в основном молодые люди, что радуют, да, и у них получается. Я думаю, что из десяти у восьми получается, ну, у двух проблем, но статистика, она все равно, дело такое, я считаю, что это нормально. Я поняла, вы считаете... В основном государство на сегодня выделяет деньги не просто так, а именно в нашу республику. И люди, которые будут жить в перспективе десяти, двадцати, тридцати лет с этим хозяйством, и их дети будут жить на земле, и сельское хозяйство в конечном итоге все равно, так сказать, будет продвигаться вперед. Мне хотелось бы этому верить. Хорошо. Если агропромышленный комплекс нужно развивать и больше финансирования вкладывать, то в каких сферах нужно затянуть пояса, так скажем, ну, вот в этом году в связи с тем, что деньги необходимы для СВО в том числе? Ну, наш лидер Сергей Михайлович Миронов, наша фракция в Государственном доме выступили и сказали, что в это трудное время нужно сократить те расходы, без которых может человек прожить, могут прожить наши дети. Мы не говорим о питании школьников, мы не говорим о каких-то других стратегических вещах, а вот, допустим, праздник Нового года, можно сократиться, и эти деньги, которые заложены в бюджете на сегодня, выделить нашим лучшим бойцам, которые воюют. А сколько денег у нас в республике заложено на такие мероприятия новогодние? Я, мы еще не смотрели на сегодня бюджет на 23-й год, но я думаю, сумма исчисляется за 10 миллионов, даже больше, потому что они проводятся по всей республике, и, конечно же, это будет обсуждаться на сессии, и если примут, посчитают нужными депутатами это принять, то мы это примем, и я считаю, наша фракция считает, что это правильно, потому что, ну, на сегодня нужно быть где-то поскромнее, понимая всю ситуацию. Кроме этого, еще есть какие-то предложения по поводу того, где нужно сэкономить? Когда слово экономить всегда не хорошее слово, да, потому что в республике и так не очень хорошо, так сказать, мы только начинаем, я думаю, что такого стратегической экономии не будет, бюджет порядка 100 миллионов, все-таки он будет, и на сегодня будут работать организации, сокращение такого тотального безработицы не должно быть, по нашим прогнозам. Я думаю, что республика Бурятия стабильно переживет это непростое время. Сергей Миронович, скажите, вот можете меня поправить, если я не права, но мне кажется, что вот в этом году на выборы от главы республики от вашей партии никого не выдвигали, да? Да. Почему решили не выдвигать? У нас, мы как бы работаем все равно в диалоге с правительством, мы посмотрели ситуацию реальную, не было, так сказать, не было такого рвения, чтобы выступить и набрать там 2-3 процента. Мы стратегически посчитали, что все силы будем готовить на будущий год, на 23-й год, когда будут выборы народного хурала, будут выборы депутатов райсоветов и муниципалитетов, и поэтому решили, что все-таки так будет, стратегически так будет правильно, и придержались этого мнения. Копите силы, в общем. Да. К следующим выборам. Да. Сергей Миронович, возвращаясь к теме СВО, я знаю, что ваша партия выпустила какую-то специальную брошюру, вот расскажите об этом подробнее, что это такое, для чего она создана, кто ее создал, кто ее создал, кто работал над этим. Партия «Справедливая Россия за правду» поддержала брошюру, которая называется «Живи, сражаясь, побеждай», в этом, там она разделена прямо по пунктам, это некая инструкция для мобилизованных, для наших бойцов, это написали ее люди с большим опытом, которые прошли Афганистан и все горящие точки, и из своего опыта они в этой брошюре кратко на простом языке изложили, как себя вести в тех или иных ситуациях, при обстрелах, при атаке, при выжидании, там, ну и так далее, и так далее. Она довольно хорошая брошюра, мы ее изучили, и мы надеемся, что она спасет очень много жизней. Сергей Миронович, спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам на эфир, это была программа «Спросим прямо», сегодня у нас в гостях был депутат Народного хурала Республики Бурятия, секретарь бюро партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Пашинский. Всего доброго вам, до свидания. До свидания. А вы оставайтесь на ТВКОМе, всего доброго, до встречи. ТВКОМЕЦ